Качество и продолжительность жизни людей во многом зависят от науки и от того, насколько быстро и успешно новые разработки в сфере медицины будут внедрены в практику. К сожалению, проблема разрыва между наукой, медицинским образованием и клинической практикой действительно существует, и это общемировая проблема. Ее решением стало развитие трансляционной медицины. Это направление молекулярной медицины, которое способствует быстрому переносу научных результатов в клиническую практику. Незамедлительная трансляция полученных открытий в здравоохранении, производстве, образовании и другие сферы – это главный принцип работы Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет в тренде трансляционной медицины ставит своей целью создание новых решений в сфере охраны здоровья человека путем развития персонифицированной медицины на основе инновационной модели трансдисциплинарного медицинского образования и междисциплинарных научных подходов. Почему мы ее назвали? Такое название называется 7П – трансляционная медицина. Первое – трансляционная, потому что мы говорим о том, что все исследования, которые проводятся, надо очень быстро переносить в практику. Вот это называется процесс трансляции. Второе. Почему называется 7П? Дело в том, что Лера Ухуд обозначил в свое время медицину 4П. И вот в этой 4П там было так, что персонализированная должна быть и прогностической, и предотвратить, чтобы сначала прогноз, потом предотвратить. Четвертое П, которое Лера Ухуд обозначил, это была так называемая participation, то есть патисипативная. То есть пациент, когда к нему персонально относятся, он должен еще поверить, исследовать вот этим прогнозам и предписаниям. Мы же, когда задались вопросом, а достаточно ли вот этих 4П, мы поняли, что не совсем достаточно. Нужна еще разработка новых технологий, мы добавили новую П. Нужна, так сказать, вот эта вот точка, где это было, так сказать, это тоже новая П. Та образовательная среда, которая сейчас есть, она не настроена на вот эту вот персонализированную геномную медицину. И, соответственно, нужно создание еще и образовательных программ новых, или изменение образовательных программ для того, чтобы уже готовить специалистов, умеющих применять принципы вот этой вот персонализированной медицины. Поэтому и появилась вот эта вот 7П. В состав научно-образовательного консорциума университета входит 11 структурных научных и образовательных подразделений, в том числе 5 трансляционных площадок. Мы действительно чувствуем себя пионерами, и на самом деле эта идея вхождения в состав Казанского федерального университета, которая вынашивалась еще с далеко 2014 года, она с начала 2016 года воплотилась в жизнь. И для нас это действительно такой уникальный опыт мы сегодня приобретаем, и вообще это в масштабах всей страны, когда действующие три учреждения в системе регионального здравоохранения вошли в состав высшего учебного заведения с целью для того, чтобы создавать условия для развития медицинской науки и медицинского образования. Надо сказать, что этот опыт действительно первый. Есть еще наши коллеги, которые работают в составе вузов, где тоже есть медицинские центры, но они создавались с нуля, и они переживают проблемы с интеграцией в региональное здравоохранение. Чего не происходит у нас? Мы крепко вшиты в систему регионального здравоохранения учреждений, и это наше конкурентное преимущество сегодня. НОС ФРМАЦЕВТИКИ НОС ФРМАЦЕВТИКИ, ну как известно, был создан крупная программа Фарма-2020, федеральная целевая программа. Сейчас в настоящее время это один из самых передовых не только в России, но и в мире центров по разработке лекарственных препаратов. В НОС ФРМАЦЕВТИКИ ведется сейчас целый ряд проектов. Мы разрабатываем инновационные лекарства для лечения рака, для лечения бактериальных заболеваний, для лечения заболеваний центральной нервной системы, для лечения таких тяжелейших заболеваний, как диабет, атеросклероз. КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Это единственный ВУЗ в России, в котором создан полный цикл предклинических и клинических исследований в области медицины. Внедрение новых методов осуществляется на базе собственной университетской клиники. Кроме того, здесь на базе стратегической академической единицы «Трансляционная медицина» функционируют пять центров превосходства. Сегодня КФУ реализует совместные проекты в области медицины с двумя сотнями партнеров из России и из-за рубежа. Одним из наиболее амбициозных является проект «Умная IT-клиника трансляционной медицины». Над ее созданием сегодня работают ученые КФУ, Японского научно-исследовательского института РИКЕН и Японского университета Джентенда. Для решения поставленных задач КФУ создает собственные научно-образовательные площадки за рубежом. В частности, на базе института РИКЕН создана лаборатория КФУ в области трансляционной медицины. Вокруг российских и японских лабораторий будут сконцентрированы исследования по прорывному проекту «Диагностические и терапевтические РНК-технологии в трансляционной геномной медицине». Мы начали сотрудничество с Казанским федеральным университетом. И у нас есть много программ, причем весьма много обещающих. Теперь мы собираемся осуществить трансфер наших технологий сюда. И это позволит нам изучать промоторную активность на другом материале, исследовать геном в целом. Думаю, что это единственная технология такого рода в мире. Прорывные научные открытия и инновационные проекты требуют междисциплинарного подхода. Поэтому сегодня в рамках стратегической академической единицы трудятся не только медики, биологи и химики, но и физики, IT-специалисты, экономисты и даже лингвисты. Одним из таких междисциплинарных проектов, в которые вовлечены специалисты из самых разных научных областей, является разработка принципов диагностики и реабилитации больных с вербальными расстройствами. Наша задача входит в создание лингвистических валидных диагностических материалов для реабилитационной работы. Наша группа междисциплинарная. Туда входят, безусловно, врачи-неврологи, туда входят врачи-радиологи, туда входят психологи, логопеды-дефектологи. То есть можно сказать, что мы образовали такую команду, которая позволяет осуществить комплексный анализ проблемы и заняться комплексной реабилитацией пациента. Естественно, конечной целью мы видим создание Центра патологии Речи Казанского федерального университета. Второе направление нашей деятельности связано с лечением боли, депрессии и тревоги. Дело в том, что при диагностике подобного рода заболеваний основное, на что может операция врач, это отчет пациента. И мы обнаружили, что пациентам крайне тяжело самостоятельно описывать свои собственные ощущения, эмоции. От того, как пациент опишет свою тревогу, свою боль, очень сильно зависит, какая терапия ему будет назначена. Третий наш проект еще только начинается. Он связан с реабилитацией детей, детей, которые имеют определенные патологии в развитии, либо нарушение речи. Это касается детей с аутизмом, детей с анасомоторной аллалией, детей с различными дисфазиями развития. Мы также разрабатываем для них лингвистический, валидный, диагностический и реабилитационный материал. Один из главных принципов трансляционной медицины 7П – это принцип персонализации. Медицина с учетом этногенетических особенностей страны. Основными причинами смертности в России на сегодня являются сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные новообразования. В КФУ занимаются разработкой новых методов лечения, диагностики и реабилитации этих заболеваний. Совместно с российско-американскими научными центрами раса, созданными в университетах Томска и Санкт-Петербурга, казанские ученые решают проблемы затрудненной доставки лекарств в пораженные участки мозга. Проект также будет востребован для терапии нейродегенеративных заболеваний и инфарктов миокарда. Церебровоскулярные заболевания – это заболевания, связанные с нарушением мозгового кровообращения. В первую очередь, это, конечно, инсульты. К сожалению, на сегодняшний день нет эффективных методов лечения. Проект направлен на использование лейкоцитов в качестве вектора доставки лекарственных препаратов. Лейкоциты обладают уникальной способностью находить в организме очаги поражения. Они, как ищейки, идут туда, где организму требуется помощь. И, например, в очаги ишемии в мозге. Если использовать их в качестве паровозика, то можно загрузить в их вагоны лекарственные препараты, которые как раз будут таргетно, прицельно доставлены туда, где это требуется для коррекции, в данном случае, последствий инсультов. Кроме того, мы разрабатываем новые лекарственные препараты для терапии инсультов. Это как генные препараты, так и различные микровизикулы и наночастицы, содержащие различные лекарственные препараты. Казанский федеральный университет не только развивает научные исследования в области медицины, но и готовит специалистов нового поколения, способных использовать инновационные подходы в практике. Для того, чтобы максимально приблизить обучающихся к клиническим условиям, в КФУ открыли симуляционный центр, который стал прототипом подобных образовательных площадок в России и Японии. В Казанском федеральном университете обучают не только врачей, но и всех работников отрасли здравоохранения. Одна из основных задач стратегической академической единицы 7П медицина – это трансформация образовательных программ всех уровней, а также создание единого научно-образовательного пространства подготовки кадров для здравоохранения. Ведь главное действующее лицо в медицине – это прежде всего специалист, от профессионализма которого зависят здоровье и жизни людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова